Приветствую вас! Знаете, какое у меня возникло чувство, когда я читал ваш текст? У меня возникло ощущение подспешности, торопливости какой-то, может быть. То есть, есть ощущение, да, что вы торопитесь, что вы бежите по жизни, что вы постоянно спешите, постоянно боитесь там, ну к примеру, да, к примеру, боитесь не успеть или может быть типа того. Это первое. То есть, когда человек боится не успеть, да, он, соответственно, многих вещей в своей жизни не замечает, многих моментов в своей жизни не замечает, не видит, не понимает. И, соответственно, возникают проблемы. Вот. Это, собственно говоря, наверное, первое, что хочется вам сказать, да, то, что вы, вот, на мой взгляд, слишком торопитесь, на мой взгляд, вы слишком бежите слишком, стремитесь куда-то. Вот. Вот. И это, если это действительно так, ну, пожалуй, вот, наверное, в первую очередь, в первую очередь, то и нужно корректировать. Вот. Это первое. Второе. Появилось у меня такое ощущение, да, что вы, во-первых, сами как-то, ну, не знаю, может быть, привыкли изучать то, что с вами происходит. Может быть, вы на врачей изначально не полагаетесь, но у вас есть, а, такой, а, такая черта, да, что вы сами вот себе поставили диагнозы, там, дипотканализация, вы поставили себе, там, дереализация. Вот это все вы себе поставили, вот. И не очень понятно, откуда вы это взяли. То есть, может быть, может быть, все дело в, как бы, вашем, ну, ваших врачах, да, которые с вами занимались. Ну, да, может быть, все дело в этом. А, ну, может быть, может быть. А, все дело и в другом, в чем-то. Понимаете? Вот. Если все дело в другом, в чем-то, то, на мой взгляд, это, конечно, весьма и весьма тревожно. Потому что, ну, как я уже сказал, да, диагнозы себе самому ставить не нужно. Это первый. Это такой момент. Дальше идем. Вы пишите, что сменили, значит, трех психиатров, да, и по глазам вы видите, что они не знают ответов. Вот. Я, конечно, опять же, эм, не знаю. Но, во-первых, эм, психиатры, это не те люди, которые занимаются психотерапией. То есть, да, они могут назначить вам препараты. Они могут назначить вам лечение, но психотерапию вам все равно нужно проходить. Они психотерапию, но у него психотерапевт, а не психиатры. Вот. То есть, это такой момент. Дальше, значит, то, что вы сменили многих, и то, что вы по глазам видите, что они не знают ответов, ну, для меня, эм, тоже выглядит несколько эм, подозрительно. Потому что, во-первых, эм, нужно время, да, нужно, ну, достаточно много времени нужно, эм, чтобы вы человеку доверились, чтобы вы, эм, смогли, э, как-то, значит, ну, ну, позволить, э, 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 ему, э, работать с вами. То есть, это не тот процесс, который, э, как-то, ну, происходит быстро. Вот. Вот. И, по факту, то, что вы сменили нескольких, э, э, психо, э, психиатров, да, по факту, ну, это на самом деле, э, скорее, э, следствие того, что вы не доверяете себе и не доверяете другим. Может быть, вы даже боитесь сменяться. Вот. Может быть. Потому что, э, еще раз повторю, это не быстрый процесс. Это не быстрый процесс. Это процесс, которому требуется время. Вот. Поэтому, э, поэтому, э, здесь момент, ну, на мой взгляд, он, э, 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 вот такой, столь, 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 да, по поводу, именно, вот, того, что вы видите по глазам. Вот. Как вы по глазам видите, кстати, 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 тоже, э, ну, лично, лично, для меня, да, э, загадка. То есть, как, 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 как вы можете видеть по глазам. Вот. Вот. И, э, я думаю, что вы, ну, э, преследуете, э, ну, бессознательно, бессознательно вы преследуете, э, какую-то свою, э, цель, вот. Ну, может быть, это, э, цель связана, э, с тем, что, чтобы, чтобы, э, значит, убедиться в том, что вам никто не может помочь, э, но ведь это, э, цель, э, в том, что, чтобы, еще какую-то потребность, э, свою, удовлетворить, вот. Ну, и, очевидно, что какой-то смысл для чего-то вам нужно именно такое, такое, победили. Дальше, э, значит, что касается того, что все ваши числа ушли, да, то здесь за неимением, э, большого количества информации о вас, я могу лишь только высказать предположение относительно того, что, э, 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 по-видимому, э, веб включил, включила защитная реакция, да, которая просто, ну, убрала из вашей, э, головы, из вашего сознания, э, все, что, так или иначе, э, ну, может, прагмировать вас, вот. То есть просто, вот, э, убрала из головы все это. И, э, ага, почему это произошло? Да, почему так случилось? Случилось так, потому что, э, слишком вам было тяжело. Вот, вот это механизм, э, такой вот на мой взгляд психологический защит, связанным с тем, что, что вы, ну, может быть, э, длительное время, да, То есть достаточно долго вы находились в очень напряженном для себя состоянии, вот, и, соответственно, ну, нужно было что-то делать, да, то есть вы лечили своих чувств, как бы, именно по этой причине. По причине того, что вам так легче, вам так проще. Ну, ну, вот, сейчас, на данный момент. Дальше. Значит, смотрите. Вы описываете определенного рода симптомов, так? Вы пишите насчет, так, 3 месяца назад произошли 3 панические атаки, пролежал бы вам пару дней сильнейшим страхом. Ну, во-первых, панические атаки – это следствие сильного внутреннего напряжения, что означает для вас, что вот то, как вы себя вели и ведете, может быть, как вы выстраиваете свою жизнь, возможно. Вот. Это, ну, сделано для вас, с ущербом для вас. То есть это вам, ну, во вред, к сожалению, скорее всего. То есть живете, живете вы, как-то, ну, вот, ну, скажем так, на обрыв, да, то есть действуете вы себе во вред. И с этим нужно разбираться, ибо панические атаки просто так появиться не могут. У них всегда есть причина у панических атак, если они возникают. Поэтому то, что вы описываете – это даже не первая причина, это следствие, вот. А причина, она кроется, ну, скорее всего, в чем-то другом. То есть в чем-то, на что вы внимание, ну, вот, не обращает, не обращает сейчас. Хотя это сделать нужно. Вот. Далее. Страх. Страх – это такое неоднозначное чувство, потому что у страха могут быть причины, как в том, что вы действительно где-то в чем-то видите угрозу для себя, вот, но вместе с тем страх может быть также проявлением того, что вы чего-то хотите. То есть так может быть симптомом неудовлетворенности ваших желаний. То есть это как действительно угроза какая-то где-то в чем-то для вас может быть, но это и могут быть, может быть результатом ваших неудовлетворенных желаний, вот. Которые могут иметь место быть, вот. То есть здесь опять же нужна работа. Здесь опять же нужна работа именно по анализу, по анализу того, что с вами именно происходило и происходит, возможно, ну, сейчас, да, до сих пор. Вот. Потому что совершенно очевидно, что сами вы, сами вы, ну, от черта себе не отдаете, что в том, что происходит. Вот. А это очень важно, потому что, ну, важно понимать причины. Дальше. А, значит, я не стал бегать по врачам, сразу обратился к психиатру. Вот. Ну, в принципе, в принципе, вы сделали правило. Только то, что вам выписали о препарате, ничего не говорит о причинах. То есть о причинах того, что происходит. Так. Препараты выписали? Хорошо, что препараты выписали. А причины панических атак? Какая? В чем она, эта причина? Где они, эта паническая причина? Этого ничего нет. Знаете? То есть, как бы, здесь, на мой взгляд, вы совершаете, ну, классическую ошибку, когда сам процесс лечения, да, становится эдаким смыслом жизни, эдаким смыслом жизни, вместо того, чтобы использовать лечение для работы с причинами. С причинами того, что с вами, с вами происходит. Дальше. Сможет, наконец, видео видеться с друзьями. То есть, вот, в ноте, как бы, значит, изменили, да, свое состояние, получается. Ну, просто вот это состояние поменяли. Вот. И все. Да, и можно теперь уже видеться с друзьями. А то, почему вы с друзьями видеться не могли раньше, да, почему вы не могли видеться с друзьями, но вас это, эээ, не беспокоит. То есть, эээ, даже не то, чтобы не беспокоит, а вас, вас вот не вызвал вопрос. Почему я боялся своих друзей? Что произошло со мной? Что произошло со мной такого, что я своих друзей боялся? Что-то же мои друзья. Я же при идее им, там, да, ну, должен, как бы, доверяться и так далее. Ну, нет. Знаете, какая история? И вот это, на мой взгляд, очень важный, важный момент. Дальше. Кажется, качество жизни ухудшилось, немного далеко отходить от дома, ведь не траги за здоровье, прислушивался к критерному сердцу, к дыханию, грубо говоря, начал расчаствовать на хондрике. А, то, что вы описываете, то, что вы описываете, можно назвать, в принципе, навязчивыми мыслями. То, что вы описываете, да, можно назвать навязчивыми мыслями. По факту. А, если у вас, а, действительно, навязчивая мысль, навязчивая мысль, опять, это всегда следствие, а, достаточно, не такой, тяжелой, я бы сказал, а, внутренней работой. А, внутренней, внутренней работой психики. Зачастую, 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 не осознаваемо. То есть, зачастую, эта работа психики не осозняется. Ладно. Навязчивые мысли, также имеют, а, неоднородную природу. С одной стороны, в навязчивые мысли есть, а, ради, э, сигналы, ну, родительские сигналы. С одной стороны. То есть, что это наше, да, родительские сигналы. Это наше число. А, вот я что-то должен, да, я все хочу, ну, к примеру, чего-то хочу, мне там что-то нужно, допустим. Допустим. Ну, вот и так далее. Это с одной стороны. То есть, навязчивые мысли, это, когда я, э, допустим, делаю что-то, э, чего не хочу. Да, или думаю о чем-то, о чем не хочу. Вот, я не хочу об этом думать, да, но, все равно, думаю. И сделать по-другому, как бы, ну, у меня не получается. Вот. То есть, это, с одной стороны, навязчивые мысли, они вот такие. А, с другой стороны, с другой стороны, навязчивые мысли есть, э, проявление, опять-таки, вашей неудовлетворенности. То есть, почему вы обратили внимание на свое здоровье? Почему вы обратили внимание на свое здоровье, например, именно сейчас, только сейчас? Ну, вот, к примеру, да, вы обратили внимание на свое здоровье, вот, после панических атак. Вот. Стали прислушиваться грипп на сердце и так далее. Опять-таки, добрайте меня, если я ошибаюсь, но раньше, раньше, вероятно, ничего такого не было. И себя, о себе вы могли, там, не жалеть себя, о себе вы могли, точнее, не заботиться, да, вы могли, там, не делать для себя того, что, ну, нужно. То есть, у вас, по-видимому, по-видимому, да, у вас, по-видимому, имеет место быть такое колеблющее соотношение к себе, к самому себе. Ну, это, отсутствие заботы к себе, вот, отсутствие заботы о себе, и привело вас, по сути, вот в это состояние, в состояние навязчивых мыслей, в состояние навязчивых мыслей, ну, в состояние беспокойства за себя. По факту. И у этого, у этого, ну, тоже есть, эм, свои причины, у этого тоже есть свои основа, основа, понимаете? Вот, нужно просто с этими основаниями поработать. Если там присутствует, эм, должное слование, да, то есть, ну, я должен, эм, к примеру, и так далее, вот. Что, эм, в таком случае, если, эм, значит, присутствует, должное слово, ну, вам нужно помочь освободиться. Если там присутствует, допред, допред ваших желаний, к примеру, то, нужно помочь вам, э, разрешить себе, ваше желание, ну, можно и нужно помочь вам, э, разрешить, э, то, что вы хотите. Вот. Понимаете? Я поработал. Э, и, дальше, э, вы пишете о том, эм, что, эм, значит, эм, говори куча-куча мыслей, да, вдруг это навсегда, как, видать, отдыхать и так далее. То есть, нет, э, здесь у меня появилось такое чувство, что вы, эм, эм, как будто бы потеряли, э, знаете, потеряли, э, свою путеводную звезду, как это говорится, что, грубо говоря, вы, э, э, ну, сбились, э, с пути, вот, просто сбились с пути, вот. То есть, то, что раньше, э, вам, эм, к примеру, приносило удовлетворение, да, то, что тут раньше вам давало уверенность в себе, там, э, э, силы и так далее, вот, сейчас, э, вам этого не дает. А без, вы, вы, вы не можете. Ну, без этого, вы не можете. И, соответственно, вам очень, очень тяжело и трудно. Ну, как бы там не было, как, как бы там не было, э, опять же, у этого есть причина. То, о чем вы пишете. Ну, вот. А, дальше, вы пишете. Записалась к психологу, она убрала свои медикаменты, обещала провести когнитивную терапию, в итоге нервничать я не предоставил, но эти занятия просто дальше бросали меня в яму. Во-первых, во-первых, да, вы пишете, что бросали вас в яму, что вы, вы плакали, да, да, это может быть, э, защитная реакция, это может быть механизмом, ну, механизмом защиты то, что происходит. И, вам нужно было, нужно было это все с психологом своим, да, обсуждать. То есть, я не знаю, может быть, вы обсуждали, но вы просто в своем тексте ничего от вас не пишете, поэтому я вам об этом говорю. Вот. Что вам нужно было это с психологом обсуждать, говорите об этом, она сказала, она бы вас поддержала, поддержала и так далее. Это очень похоже, очень похоже, что она попала в точку. Так, э, значит, и вот, э, так, в синий месяц до обеда, в слезах, так, решил гидть под методом лечения себе нового густанова, был результат. То есть, по сути, Алексей, вы начали заниматься гидть самолечением, да, обращайте меня, если я ошибаюсь. То есть, по какой-то причине вас не устроила, не устроила, точнее, даже, профессиональная помощь, вот, по какой-то причине. И вы решили заняться самолечением, вот, методом внушения, ну, вот, хотели внушить себе там установку, вот. То, что это нельзя делать самостоятельно, то, что это нужно делать стало под обязательным присмотром, ну, под обязательным присмотром психотерапевта или психолога, вы, конечно же, не подумали. Ну, вот, я вас не обвиняю, я не обвиняю вас, просто я хочу сказать, что здесь вы себе вредите. Опять же, да, вот, новые установки нельзя уносить просто так. Потому что, ваши установки не уйдут, и вашим, вашим установкам нужно, значит, ну, как бы, куда-то деваться, вот. Ваши установки же не могут просто взять и уйти. А вы, а вы, по сути, стали себя, что? Что? Вы, по сути, стали себя ломать. Поним? По сути, вы стали себя ломать. Ну, и от этого кто-то выиграл? Нет, от этого он не выиграл, он не выиграет никогда. Вот. Ну, что значит, вы сами решили, вот, новую, новую установку, где у нас. Так, значит, вы пишите, решил 900 метров на умножение себе новых установок. Ну, так установки, это же не желание в анализ своим чувствам прислушаться и позволить своим чувствам вас вести, а не сменять одну, грубо говоря, рационализацию, да, на другую. То есть, по сути, вот, как раньше вы жили, судя по всему, к себе, там, особо не прислушиваясь, да? Вот. Так, и сейчас вы, на мой, на мой взгляд, продолжаете жить так же. Вот. Понимаете? Тут только, ну, сменили вы шило на мыло. По факту. Вот. И ваша психика, она, ну, она защищается, да? Она защищается. И мне думается, что это, это хорошо, с самой стороны. Если бы вы продолжили дальше, вполне возможности вам было бы ещё хоть-то хоть. Более всего вы говорите, что напряжение у вас не ушло, не ушло. А-а-а, так, в голове, а-а-а, так, без фестивации. Так, я стал смотреть на то, как обычно наблюдатель, будто не я, я-не-я, чуть-чуть, например, во время и мысления поменялось в один миг, у меня так не бывает. Медо мной миром оборвался. Сейчас выпало из жизни. Ну, так тоже, тоже не бывает, потому что жизнь, ну, это несколько иное понятие, да, нежели то, которое вы сейчас используете. А-а-а, единственная мысль, а-а-а, послуждающая у меня, что на фоне стресса обосновалась депрессионализация и дереализация. А-а-а, понимаете? М-м-м, это, опять же, мысли. То есть это не диагноз, это ваши мысли, это ваш, э-э-э, страх. Это не, как бы, подтверждённая информация. Так, ну, не могу понять, присутствует депрессия при этом. Так, а вы не можете, вы и сами это не поймёте. Депрессия, это, э-э-э, болезнь. Это болезнь, это серьёзная, серьёзная болезнь. И, э-э-э, значит, э-э-э, диагноз этой болезни, да, он ставится, э-э-э, по сути, э-э-э, так же, как и любой другой, любой классический диагноз. А, то есть это, нужно, э-э-э, чтобы, чтобы вас, э-э, осмотрел врач, да, нужно, чтобы, чтобы вы прошли обследование, и чтобы вам был, не просто были назначены какие-то препараты. А, чтобы вы, вот, у вас был диагноз, что, что, и чтобы вы знали, что, там, ну, что вы делаете, э-э-э, и так далее. Ну, вот, ну, и, как я уже сказал, одних препаратов мало, да, нужно, чтобы была и была, и всё, и психотерапия. Ибо препараты только подготавливают, ну, не убирает проблемы, не убирает причины. Очень хочется поменять старого себя. Э-э-э, Алексей. Э-э, вы, э-э, себя, старого, наверное, нет. Это я вам, э-э, совершенно точно говорю, потому что, э-э, опыт, который вы, э-э, получили, э-э, сейчас, ну, и продолжает, ну, и продолжает получать. Он, э-э, уже сделал вас другим человеком. Вот. Э-э, нужно отказаться от идеи, э-э, вернуть прочего по той причине, что это очень детская позиция. Как это ребёнок, а, только, э-э, хочет, чтобы всё было, как раньше. Но это невозможно для взрослого человека, коим являетесь вы. Поэтому цель должна быть другая. Да? Цель должна быть другая, к примеру, получать удовольствие и наслаждение от жизни. Да? Вот. К примеру, рассмотреть, э-э, почему у вас случились станички атаки. Да? То есть это такое более, ну, более векторная, э-э, более векторная э-э позиция, да? Это такая более, э-э, узконаправленная позиция. То есть вот, то, что вызвало панические атаки, а-а-а, что-то мучает вас, вероятно, до сих пор. Дальше. Э-э, так, поменял уже три психтеатра, потому что по глазам видно, наверное, ответу. Какие, каких ответов? Какие вопросы у вас, Алексей? Э-э, дальше, после симпатических атак, я говорил, лучше, был полон надежды, несмотря на страх издет, просто ничего, ничего внутри. А, вопрос, там, ваш, э-э, в чём, Алексей, во-в чём ваш вопрос? То есть, ну, вот, к примеру, вы свои ситуации описали, в чём вопрос? Хотите вернуть себя в старого? Э-э, хорошо. Если вы хотите вернуть себя, э-э, старого, э-э, это может быть заброс, но над запросом работают, опять же. Да? А что хотите вы? Чтобы мы вам, э-э, поставили диагнозы, но вы не врачи, по крайней мере, я точно не врач, а даже если бы я был врачом, то я бы не ставил вам диагнозы, не видел вас. Понимаете? Понимаете? Какая штука. Так что, брайте себе эксперта и начинайте работать хотя бы по, э-э, ну, по тем направлениям, которые я озвучил вам. Вот. Я думаю, для вас это наилучший вариант, который вы можете сейчас использовать для себя. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их, э-э, в личку, я буду рад помочь. Э-э, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, доброго и удачи.